С воскресным днем, дорогие братья и сестры! Сегодняшний день на церковном языке называется «Неделя облудовства». Потому что сегодня на литургии читалась евангельская притча о блудном сыне. Вы все хорошо ее помните, хорошо ее знают. В том, как у отца было два сына, и младший из них при жизни заявил своему отцу, но если сказать самое вульгарно, что не могу я ждать, когда ты помрешь. Ты мне сейчас дай ту часть твоего имения, которую я бы получил после твоей кончины. И отец ни слова не возразил, ему отдал, выделил часть. И тот ушел в страну далече и все спустил. И когда все спустил, оказался на самом дне общества. «Страдал, только тут он пришел в себя вспомнить, что у отца его и наемникам было хорошо, не то что детям. Пойду вернусь перед ухо отцу и скажу, что не достоин я называться сыном. Возьми меня как одного из наемных». И мы с вами помним, что отец, как только его увидел, вышел ему навстречу, обнял, облабызал его, то только открыл рот, сказав, что не достоин я называться сыном твоим. Как тот же дал указание, слугам принесите первую одежду, принесите персень, сапоги нам, оденьте его, обуйте его и закалите телца убитанного, чтобы мы могли веселиться и праздновать. Но в это время приходит старший сын, который, поинтересовавшись, что произошло, не захотел и войти. И когда отец вышел к нему навстречу, то он стал ему укорять, что вот этот сын все промотал, этот твой сын, не мой брат, а твой сын, я к нему отношения не имею. Вот он все промотал, и ты ему для него, ради него устроил пир, закал, телеца убитанного. А мне, который с тобой все время исполняю эту твою волю, ты мне никогда ничего не дал, даже козленка, чтоб я с друзьями мог повеселиться. И рассмотрим два сына. Младший сын, говорил о том, что он не достоит называться сыном, и пойду нанебусь в наемнике. Кстати, по-гречески наемник звучит это однокоренное слово с плакой. То есть, буду за плакой работать у отца. У отца. Старший же сын работал абсолютно бесплатно. И вот отношение к этим двум сыновьям, этих сыновьям, по существу прообразует и наше состояние в царе. мы вроде бы ходим в храм, что должно исполняем, утром вечером читаем молитвы, в меру сил со мной стараемся соблюдать пост, регулярно исповедуемся, причащаемся, и вместе с тем очень часто мы молимся, что-то просим для себя, и вроде бы мы ничего не слышим, мы в ответ ничего не получаем. Вроде бы Бог нас не слышит. а вместе с тем мы видим, что вот человек, который неведомо как жил, вот он только что пришел в церковь, только переступил порог в церкви, и тут он все получает. и батюшка к нему со вниманием, и вот у него начинается жизнь налаживаться, и у нас бывает такое же недоумение, как у старшего сына. Вот как же так? Вот мы все исполняем, а нас Бог не слышит. А вот этот вот, который не будем фантазировать, как же, да? Тут каждый сам, вот. Он только что пришел в церковь, и он все получает, и у него все устраивается. А почему? Прежде всего, Господь, как отец по отношению к младшему сыну, прежде всего, показывает любовь, что никого не отвергает. Что он всех любит, что он всех принимает к себе, несмотря на нашему. И вот этим заблудшим душам, которые только что переступили по порогу храма, вот им и нужно показать, чтобы они увидели ту любовь, которую Господь имеет. а для нас, находящихся в церкви, Господь дает послушание более высокое. В терпении ваше стяжите души ваше. и мы никоим образом не должны обращаться к тем, что только что вот переступая порогу храма, после бурной жизни, как старший сын, что они и не достойно называться детьми Божьими. А мы должны всегда радоваться, что эти люди вошли в законы этого. Что и их коснулся Господь со своей любовью. Что они эту любовь ощутили и сюда пришли. младшему А ведь иначе у нас ведь могут возникнуть не просто чувство нежелания принять младшего брата, но у нас может и появиться страшное чувство то, которое было у каждого. Зависть к тому, кого вроде бы Господь принимает больше, лучше, чем нас. но помню, что ведь отец сказал старшему сыну, все мое твое суть. И вот это мы всегда должны помнить. Храни вас и господи. Причастники участниц.